Лекция «Ты просто космос!» Легендарные гости Международного космического конгресса весь день посещают белорусские школы, университеты и научные институты. Так, на факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ заглянули немецкий астронавт Герхард Тиле и его американский коллега Лорн Эктон. Полет на шаттле «Индевор» Тиле совершил 17 лет назад. Его отряд занимался радарной топографической съемкой поверхности Земли. Американский же астронавт изучал в невесомости Солнца, а также другие небесные объекты. Кстати, Эктон стал первым в мире, кто взял на космический корабль музыкальный инструмент. Это была губная гармошка. Практический опыт и то, о чем не пишут в учебниках, студенты могли узнать из первых уст. Лекционная аудитория, рассчитанная на 120 человек, едва вместила всех желающих. Молодежь сейчас очень интересуется исследованиями космоса. И это является основной причиной, почему мы приезжаем и объясняем, что и почему мы делаем. Вопросы, которые задают студенты, очень интересны. Беларусь нам казалась очень далекой страной, но побывав здесь, мы впечатлены той работой, которая проводится в ваших университетах. Студенты здесь очень интересуются наукой. Радует и то, что БГУ планирует запустить собственный наноспутник. Космическая лекция продлилась около полутора часов. После у студентов была возможность задать вопросы астронавтам. Их спрашивали о возможностях тогдашней техники, коммуникации на борту, личных переживаниях и возможности колонизации Марса. В конце встречи ребята смогли взять автограф и упокорить телекосмоса. Когда мне дали автограф, я смогла спросить, могут ли женщины быть космонавтами. Он сказал, да. И я загорелась этой идеей, возможно, этот разговор подтолкнет меня к тому, чтобы тренироваться, как-то тоже становиться ученым. Это очень хороший опыт, поскольку, во-первых, это и практика языка английского, и очень много новой информации узнаешь. Выходя из этой аудитории, хочется творить. Наши студенты сегодня смогли прикоснуться к реальной большой науке, связанной с освоением космического пространства. И, может быть, сегодняшняя встреча послужит тем толчком, который позволит сегодняшним студентам в ближайшем или отдаленном будущем стать такими же космонавтами и астронавтами. Привлечение молодежи к изучению космоса – одна из главных задач Космического конгресса. Завершится форум в пятницу, 14 сентября. Гости поучаствуют в закладке аллеи космонавтов в Ботаническом саду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова